Всем привет! Это детские новости на РГВК Дагестан. Сегодня их проведем мы, Ашура Ибрагимова и Халид Мутаев. Смотрите в этом выпуске. До Нового года остается ровно две недели. Тайничного настроения добавляют яркие новогодние витрины, ярмарки и нарядные елки. Они разные, но они вместе. Вот уже год, как республики активно работают и дружат участники движения Перу. Гражданин земли 21 века. 13-летний дагестанец Ашахан Хазанатов получил в Москве высокую награду за свою гражданскую позицию. А теперь подробнее об этих и других событиях. В Махачкале открылась первая республиканская ярмарка детских подделок «Новогодний калейдоскоп». Она прошла на площадке исторического парка «Россия. Моя история». Здесь представлены творческие работы дагестанских школьников, сувенирная продукция, изделия народных художественных промыслов и многое другое. В открытии принял участие заместитель председателя Народного собрания республики Кабил Давдеев. Вот уже почти год в республике развивается движение первых. Организация объединила тысячи детей и подростков из самых разных уголков страны. Ребята знакомятся и дружат, объединяются, вносят свой вклад в будущее страны и открывают что-то новое для себя. В парке «Россия. Моя история» подвели итоги деятельности движения за этот год. Все самое интересное у Натальи Ханбабаевой. У этих ребят большие планы на будущее. Каждый из них уже определился с выбором профессии. Образование, экология, культура, волонтерство, здоровый образ жизни. А некоторые уже сегодня активно работают. Особенно в направлении поддержки военнослужащих. «Зумруд» – одна из них. Она решила внести свой вклад в поддержку российских солдат. По ее инициативе уже собрали 500 комплектов сухого розжига. Делает их девушка сама и учит этому других. Для этого нужны ватные диски, спички и парафин. Вы его раскрываете, берете две спички, ставите их посерединке. Немного должно выпирать. Далее берете щипчики, зажимаете и окунаете горячий парафин. И вытаскиваете. Все. У ребят была возможность попробовать себя в роли химиков. Создать что-то своими руками. Сыграть в интеллектуальные игры. Как называется? Что вы знаете? Это дисканские окуна вообще? А некоторые активисты на импровизированной площадке показали свои музыкальные способности. Движение объединило ребят со всех муниципалитетов региона. Активное участие принимают дети даже самых дальних уголков республики. Самира приехала из Огульского района, небольшого села Яркук. Она самая активная участница движения в своей школе. Недавно мы отправляли гуманитарную помощь солдатам. Участвуем в интеллектуальных играх, форумах. Это не первый раз я отправляюсь куда-то. О движении мне рассказали учителя. Я заинтересовалась. Мне стали отправлять задания. Я участвовала. И дошло до того, что я являюсь самой активной в нашем районе. Движение первых для меня это большое дело, которое помогает развиваться ученикам по всей России. И я думаю, что дальше тоже буду участвовать с большим уголовением. На конференции ребят встречала руководитель регионального движения Людмила Саидова. Она поделилась. Для нее участие в организации не просто работа. Конференция посвящена, конечно же, тому, что будем транслировать, что мы сделали за этот год. А сделано на самом деле очень многое. Мы даже сами не ожидали, когда готовились к этой конференции. Мы будем награждать лучших, подводить итоги премии лучших движений. Потому что за целый год набралась уже большая команда единомышленников. Для меня, прежде всего, работа в организации – это возможность сделать счастливыми наших детей. Реализовать их мечты. И сделать так, чтобы не только дети, но и все, кто рядом с детьми, тоже чувствовали эту синергию, которая есть в детской организации. Поприветствовать ребят пришел и вице-премьер Дагестана, член Координационного совета регионального отделения Заур Эминов. Движение первых динамично развивается в Республике Дагестан. Это уникальная возможность для саморазвития, самореализации, профессиональной ориентации. И признаюсь, наш фокус, внимание, ориентирован на вас, юные члены, нашей большой семьи, наши юные друзья. Вы – наша гордость, вы – наша надежда, вы – наши будущие. Любой подросток может присоединиться к большой команде Движения первых, подав заявку на сайте будьвдвижение.рф. На портале также можно узнать об актуальных инициативах объединения Движения первых. Это сотни уникальных программ. Проект для тех, кто неравнодушен к стране и обществу. Наталья Хамбабаева, Махарбек Амариев, Карим Гамайев. Время новостей. Двенадцатый республиканский слет юных журналистов прошел в Махачкале. Около трехсот ребят со всех уголков региона собрала газета Орельного Дагестана. Они умеют и хотят писать. На слете также подвели итоги республиканского конкурса, который проходил в течение года. Дипломы получили лучшие юнкоры в разных номинациях. Мы будем награждать тех, кто уже отличился. У нас есть номинация «Лучшие юнкоры года». Потом мы принимаем отряд юнкоров. Они нам дают присягу. И дальше продолжают с нами работать. Поздравлять ребят на мероприятие пришла первая заместитель руководителя Агентства информации и печати Республики Дагестан. Она и рассказала ребятам, в чем преимущество работы журналистов. Если вы будете, допустим, готовить материал о сотрудниках правоохранительного органа, вы уже в какой-то степени себя почувствуете на его месте. То же самое, если о медицинских работниках, о наших ветеранах, строителях и так далее. Или какую-то сферу жизни, или какую-то проблему поднимите. То есть чем интересна эта профессия? Своей новизной. Она никогда не будет повторяться, никогда не надоест, никогда не станет скучной или же неактуальной. В Госдуме 13-летний житель поселка Новый Сулак Ашахан Хазанатов получил наивысший статус – гражданин земли 21 века. Награда свидетельствует о наличии в менталитете человека мудрости, разума, морали, справедливости и глобальной ответственности. Мальчик в свои 13 уже участвовал во многих благотворительных акциях. Поддержал сбор для жителей Турции после землетрясения. Одним из первых принял участие в сборе для дагестанцев, пострадавших от взрыва УАЗС в пригороде Махачкалы. Больше никаких телефонов на уроках. Совет Федерации единогласно одобрил закон, который ограничивает использование школьниками мобильных телефонов и других гаджетов. За документ проголосовали 157 сенаторов. К обязанностям учеников закон относит соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в образовательной организации. Контролировать все будут педагоги и руководство школы. Также документ вводит с 1 сентября следующего года обязательный урок технологии для учеников начальной и средней школы. А вот предмет основы безопасности и жизнедеятельности будет преобразован в основу безопасности и защиты Родины для учащихся средней школы и старшеклассников. И немного о спорте. Дагестанец Таймас Тимирбеков завоевал бронзовую медаль первенства Азии по быстрым шахматам. В турнире в Объединенных Арабских Эмиратах приняли участие порядка 600 шахматистов из 40 стран региона. Таймас набрал 6 очков из 7 возможных среди мальчиков до 12 лет. Напомним, Таймас Тимирбеков является кандидатом в мастера спорта по шахматам в его спортивной карьере медали первенств России, Европы и мира. Желающие играть в футбол смогут заняться своим любимым видом спорта. В 57-й столичной школе для этого открыли филиал Махачкалинской футбольной спортшколы «Олимп». Планируется сначала открыть 4 группы для мальчиков и одну для девочек. С ребятами будут заниматься тренеры, поигравшие в футбол на европейском уровне. Репортаж Гаджимурада Зиявудинова. С открытием секции футбола в 57-й столичной школе учащихся поздравили представители духовенства, столичного спорткомитета и будущие футбольные наставники. Тут же провели викторину на футбольную тематику. Лес рук, как на любимом уроке. За правильный ответ вручили подарки. Филиал спортшколы «Олимп» в 57-й столичной школе открыли по поручению мэра Махачкалы и председателя городского спорткомитета. Качественное футбольное поле и материально-техническая база позволят заниматься не только мини-футболом, но и другими игровыми видами спорта. Но футбол в приоритете. «Самый приоритетный вид спорта в нашей школе является футбол. Наша школа является футбольной школой. И, конечно же, мы, наша спортивная школа, наши тренера и непосредственно руководство этой школы, руководство города, руководство управления спорта нашего. Это все делают для развития футбола в республике, для популяризации этого вида спорта. Чтобы наши дети как можно больше играли в командных видах спорта, принимали участие не только в наших республиканских мероприятиях, но и выезжали за пределы республики». Будущие футбольные тренеры школы провели мастер-класс. И пусть пока не все и не у всех получается, в желании детям не откажешь. Тренировочный процесс здесь будут вести экс-игроки молодежной сборной Азербайджана и футбольного клуба «Нивчибаку», мастера спорта братья Камили Габиль Нурахмедовы. На первом этапе планируют открыть четыре футбольные группы для мальчиков. «В начальный этап сейчас будем втягиваться, пока буду обучать основным навыкам, по технике, по главной. И дальше будем двигаться. Чем дальше, тем будет чуть сложнее. Но это все будет в процессе тренировок. Буду работать в тандеме с братом. Он тоже профессиональным футболистом был. Он тоже много чего знает, много чего передаст, может детям своим опытом поделиться». Некоторые дети только делают первые футбольные шаги, у других уже видны. Навыки владения мячом. Одноклассники Даниил Кибедов и Тимур Рустамов владеют техническими навыками. И, возможно, в скором будущем из них получится хороший тандем нападающих. «Спасибо большое организаторам. Детям будет очень интересно тут играть, мне самому. Я каждый день сюда прихожу, играю. Хочу попасть в какую-нибудь команду, играть. Это моя мечта. С 10 лет уже начал ходить, год походил. И чуть не сложилось. Вот тут открыли. Думаю, здесь есть возможность поиграть». «Да, рад, хорошо. Они нам преподают и говорят, как играть хорошо. С 6 лет уже хожу на футбол. Мне нравится. Сделали поле, все хорошо». Всех желающих заниматься футболом уже сегодня записывают в группы. Помимо мальчиков в 57-й столичной школе, игрой миллионов будут заниматься и девочки. На первом этапе для них откроют свою футбольную группу. Гаджимур Азиавдинов, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров и Иисуп Гази Амаров. Время новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Хороших вам новостей. До встречи в эфире. Пока. Субтитры подогнал «Симон»